Здравствуйте! Это снова Александр Волков, кандидат биологических наук, член Русского географического общества, путешественник, фотограф и просто неравнодушный человек, любящий путешествовать по нашей планете. И сегодня мы с вами поговорим об истории с географией применительно к океании, а точнее к этой земле навсегда. Именно так переводится самоназвание новопровозглашенного государства Вануату. Я даже не уверен, что многие из вас знают, где это находится. Но это, знаете, это примерно где-то от Австралии немножко на северо-восток. В чем же прелесть этого государства? И при чем тут история? История в том, что когда закончились колонизаторские войны за Америку, Африку, и ресурсы этих континентов были серьезно потрепаны, империалистические державы, в их числе Великобритания, Франция, Германия и на начальных этапах еще Испания обратили взоры наконец-то на океанию. Несмотря на то, что половину земного шара занимает Тихий океан, на его поверхности достаточно много различных островов, которые так или иначе представляют интерес либо в плане развития сельского хозяйства, либо в плане добычи полезных ископаемых. Одно из немногих мест, до которого рука империалистов добралась в последнюю очередь, было как раз острова Вануату. Заселяли эти острова выходцы из Англии и Франции, и заселяли они как бог на душу положит. Ну то есть вот на этом острове там французы, на соседнем острове англичане, где-то вместе, где-то еще что-то. И когда дошло до того, к кому отнести данную территорию, а вы знаете, англичане с французами друг друга так не очень любят, еще, наверное, со времен тех самых столетних войн, договориться они не смогли. Но сделали некий уникальный эксперимент, единственный в своем роде. Они образовали кондоминиум, то есть совместное владение Англии и Франции. Единственное совместное владение Англии и Франции, существовавшее в истории на нашей планете, это государство Вануату. К счастью, это владение сильно не наследило на природном и этнокультурном ландшафте данных островов. В 1980 году самоорганизовалось государство Вануату на этих землях. Ну, я бы назвал его уникальным. Дело в том, что Вануату одна из немногих территорий, где до сих пор разнообразие языков, языковых групп, столь велико, что, наверное, некоторые континенты не могут этим похвастаться. Удивительно в том, что на одном островке могут жить несколько племен, которые не просто неродственны друг другу, а их языки относятся к разным языковым группам. То есть они не просто, они даже в принципе себя понять не могут друг к другу. Вот такая интересность. Парадокс в том, что это самая восточная точка распространения папуасских народов, и эти острова пережили несколько волн расселения. Считается, что человечество туда добралось примерно в 1200 году до нашей эры. Добралось оно, разумеется, из Папуанного Гвинея, то есть современные папуасы. И население Вануату это в основном папуасы. Но оно осело, и лишь небольшое количество папуасских народов добралось дальше до Фиджи. Следующая волна была уже волна из Азии, то, что мы знаем под полинезийцами. Полинезийцы прошли сквозь Вануату, ушли дальше, и постепенно заселили все острова Тихого океана, так называемый полинезийский треугольник. И последние из них, по-моему, были заселены Гавайи уже в нашей эре, по-моему, в 300-м или 400-м году примерно. Самое удивительное в том, что вот этот огроменный полинезийский треугольник, по площади равной примерно нашей стране, населяют народности, которые говорят практически на одном языке. То есть коренной житель Новой Зеландии, Маари, хоть и с напрягом, но поймет коренного жителя Гавайских островов. Разница только в диалектах, в особенностях произношения. В отличие от полинезийского треугольника, Вануату оказалась тем самым раем для локальных местных групп, которые не захотели дальше идти. Большая часть языков, которые на данный момент имеются в этой стране, их больше нет нигде. Не говоря уже о том, что они постепенно все исчезают и исчезают и исчезают. Потому что население говорит на такой странной смеси англо-французска чего-то там. Представьте себе английские слова на французскую грамматику. Все упрощено до нельзя. Например, есть только два предлога. Long и Blanc. Вот и все. Что не long, то Blanc. Если нужно что-то говорить или что-то выразить словами, то часто берутся, слепляются слова все вместе. Например, как сказать, что ты самый лучший, что ты первый, что это хорошая вещь. А нужно просто сказать number one в одно слово. Number one. Ну-ка попробуйте с английского перевести. Number one. То есть номер первый. А вот number one, оказывается, с языка Вануату, это просто все очень здорово и замечательно. Но теперь давайте перейдем к географии. Сами острова протянулись больше чем на 1200 километров. Причем исключительно с севера на юг. По большей части это вулканические острова. И интересны тем, что там до сих пор сохранились влажные леса, папоротниковые леса. Примерно как были в каменноугольном периоде. Представьте, вы идете через здоровенный лес, состоящий из древовидных папоротников. Сверху льется вода, но вы сухой. Просто дождь, он висит в воздухе. Но температура такова, что с вашей кожи, с вашей ткани, в чем вы одеты, она вся испаряется, и вы остаетесь сухим. То есть вы проходите сквозь воду, но при этом дышите ей. Ну так, интересно, наверное, ощутить себя в роли дельфина там или кого-то еще. Ну и помимо этого, Вануату, конечно, славится своим вулканом Ясур. На данный момент это считается самый доступный вулкан планеты для посещения. Высота его небольшая, там меньше километров он высотой. И самое приятное заключается в том, что он извергается непрерывно последние лет 500 минимум. Полюбоваться на его извержение, ну когда он не доходит до четвертой стадии извержения, а там 2-3, можно практически каждый вечер. То есть достаточно прилететь на остров Танна, доехать на джипе до основания вулкана, потратить полчаса на подъем, усесться на краю кальдеры и наблюдать красоту. Ну, респиратор только не забудьте. Надеюсь, я этим вас заинтересовал.